Итак, продолжаем движение. Серия 330-я. Сейчас смотрите кадры, снятые на боковой видеорегистратор. Подъезжаю к городу Саолковский. Сразу хочу расстроить, что проехать в город мне не удалось. На контрольно-пропускном пункте пропуск выписать отказались, так как на меня не было заявки найти какой-нибудь другой вариант. Но сказали, что можно в турфирму обратиться, которая там работает. Она в течение двух недель организует пропуск. Но, к сожалению, у меня не было времени на это. Ну и потом стоимость, там что-то 10 или 15 тысяч. Для меня это существенная сумма. Поэтому еще расскажу. Расстроился я серьезно. Потом уже, когда будете смотреть видео с фронтального видеорегистратора, там, наверное, будет мое ворчание слышно. Вообще я... И сейчас вот прошло столько времени, но... Я вот не могу никак устаканиться в этом плане, что... По какой инструкции, зачем, почему? Да, я понимаю, город закрытый. Но приехали люди, выпишите пропуск там на час, на полтора. Вот. Если за это время не выехал, ну, принимайте какие-то санкционные меры, какие-то там... Арестовываете или штрафуете, не знаю. Вот. Нет. Нет и все. Я даже просил... Ну, дайте человека, который бы сел со мной в машине. У меня одна цель. Подъехать к памятнику Циолковского и Гагарина и положить цветы. И вот это была основная цель. Ну, и, конечно, было бы очень интересно посмотреть на сам город, на улице, там, на людей и так далее. Но сопровождающего, провожатого не дали. Пропуск не выписали. Вот на мои просьбы, все мои просьбы остались неуслышанными. Должен сказать... Да, я расстроился, и вы, к сожалению, не увидите. Вот город Циолковский, ну, там, по улицам не проеду. Но, что интересно, уже на обратном пути, проехав город Свободный, издалека видно было стартовый стол, на котором стояли ракеты. Три ракеты было установлено. Но остановиться и сделать, ну, какую-то нормальную фотографию невозможно, потому что дорога один на один, то есть одна встреча, одна полоса туда, одна обратно. И интенсивность движения довольно-таки высокая. Остановиться просто было нельзя. Ну, надеюсь, может быть, на видеорегистраторе... Вот, может быть, на видеорегистраторе попал это, может быть, видно будет, пока не знаю, потому что это видео я еще не просматривал. Ну, вот, такая неудача, такая вот... Ну, в общем, я, да, кстати, вот тут немножко прокатился по территории, вот, КПП там дальше, чтобы хоть показать, что там есть. Вот какой-то там стоит памятник от космонавтам. Ракета при въезде. Сейчас вот развернусь, ее, наверное, будет видно. Но на фронтальном видеорегистраторе она попала частично. При въезде в город она стоит с правой стороны. Делаю круг, вон, ракета там, сзади дальше. Но ее видно будет получше, когда буду выезжать уже с... Буду выезжать со стоянки. Сейчас припаркую машину, пойду в бюро пропусков. Выстоял там, ну, очередь небольшая была. Выстоял, они спросили номер заявки, там какая-то заявка должна была быть. Ну, наверное, тех, кто приглашает. Но меня никто не приглашал. И ни знакомых, ни родственников у меня в этом городе нет. Вот сейчас припаркуюсь, задом встану, схожу. Бюро пропусков. Было большое желание заехать, посмотреть город космонавтов. Кстати, хотел зайти в магазин, взять продукты в дорогу. Потому что уже был пустой. Ничего с собой не было. Вот только вода была. Но это не проблема, вода этого достаточно. Так что, если вдруг поедете на Дальний Восток и у вас будет желание, цель заехать в город Циолковский, поэтому заранее в интернете найдите турфирму, которая может организовать поездку по городу. Иначе вам в город не попасть. Повторю, что сопровождающих они не дают. Это не практикуется. К большому сожалению. Припарковался. Достаю документы на автомобиль. Все, что могут потребовать. Автомобилей достаточно много на стоянке. И стоянка довольно-таки большая. Но сейчас людей мало. Не знаю почему. Пока ходил в бюро пропусков. Видеорегистратор был включен. И какой-то период съемка была ускоренная. В режиме парковки работал видеорегистратор. Вообще-то, если бы был свободный въезд, то, естественно, я бы заехал и остановился бы на ночевку в городе. Ну, где-нибудь на стоянке или возле магазина. Ну, здесь этого... Вот ускоренная съемка. Пошла она быстро. Ну, вот я вернулся и выезжаю. Сейчас со стоянки. Вот видно на боковой видеорегистратор и Стелла памятник. Это, видать, приезжают туристы или... Я не знаю, кто посетители. Ну, вот ракета при въезде стоит. Насколько можно заснять. Вот она ракета. Так что, отправляясь в поездку, учтите мою оплошность. Ну, я не знал. Не знал, что в режимный город нужно заказывать. Ну, смотрите дальше видео с фронтального видеорегистратора. Вот фронтальный видеорегистратор включился. И я потихоньку стартую. Все. Хотел отпускать? Ха-ха. Ну, ладно. Всяким этим... ...набирикосом... ...хрен не раздает. Ха-ха-ха. Это я ворчу. 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 Не хотят пускать... Ха-ха-ха. Ну ладно. Всяким этим... ...америкосом... ...хрен не раздает. Шпионом, впрочем, можно, мне нельзя. Ну что, зато я снял. Разночитался. Обращайтесь в культурно, в какой-то центр. Культурно-досуговый центр, они в течении недели могут сделать пропуск, а затем через 100 метров поверните направо. Поверните направо. Через 600 метров поверните налево. Тройка в кино. Раз, парни, сходи. И в этот хоккейл. Поверните налево. Через 300 метров поверните налево. Ну вот, я говорил, закрытый город, так оно и получилось. Через 500 метров поверните налево. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, куда же теперь ехать? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Четырнадцать, тридцать, пятнадцать, шестнадцать, по два часа, наверное, в Белогорске тогда. Людям второго сорта памятнику Газарина будет закрыть. Могли бы выписать пропуск на два часа, например, два часа заезжает, через два часа улёт. Продолжение следует... 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 8 метров 10 метров Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...